Что было? Нет, говорили у человека, потому что там они беседуя со мной, потому что знали, что я не могу закладывать их, потому что переменец, да? А для них это привычное, что друг другу закладывают направо-навево. Но самое интересное, что мне говорили о учили, что раньше, допустим, было следующее, что когда разные расы, которые по природе различные, как я говорю, что разные расы, не то, что одна раса лучше или хуже, они разные, разные механизмы, разные физиологии, все разное. Вот когда в США взяли и слили детей в разных раз в одно, и что мне говорили учителя, которые действительно работают с детьми, они говорят, что вот нам для того, чтобы прочитать материал весьма простой, вы удивитесь, какая примитивная школа. В 10 классе они решают простейшие дроби. Не плохо? Так вот, материал, даже простой материал, вот он говорит, для того, чтобы... Я читаю материал в классе, это не один человек, много и беседовал. Читаю материал в классе, доносит его, для того, чтобы белые дети... Ну, конечно, дебилы есть среди белых людей, я не говорю, что белые все такие идиоты, и дауны, и так далее. Но если брать нормальную здоровую детей, среднего плана, то для белых детей они улавливают материал после первого-второго раза. Но, что он сказал, допустим, для китайцев, потому что там очень много китайцев, сейчас в Сан-Франциске, в Калифорнике очень много, китайцам тот же самый материал можно прочитать 3-4 раза, чтобы они в него уехали. У мексиканцев, которых тоже там очень много, 5-6 раз, для черных детей 10-12 раз. Да никто не говорит, что нет, черных детей, там, мексиканцев и китайцев, которые сообразительные, и так далее. Я говорю, статистически. И что же они, вы думаете, делают? И этот учитель вынужден читать один и тот же материал 12 раз, пока самый последний ученик не въедет в него. А извините, а тот, кто уехал первый раз, что он делает? Тураковляет. И когда он прочитывает 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, он уже где-то сидит там, плюет, что-то делает, и так далее. Ну, неинтересно. Им пивается интерес к знаниям. Они пошли, сначала пошли, выход нашли в Америку, знаете, какой выход сделали? Разделили детей по классу. Вот, advanced класс, то есть более продвинутые детей, менее продвинутые, самых непродвинутых. ABC, ну, А, В, В, и так далее. Все прекрасно, и проблема решена, да, вот. Более собрали детей в одном классе, получилось, почему-то, в основном, это процент содержания раз, чем дальше, тем в первый раз меньше, больше в других раз. Что получилось? Очень быстро им запретили, потому что дети, с самого последнего класса, будут чувствоваться дискредитированными, потому что вот в тех классах более продвинутые дети. И что сделали? Всех выровняли. Так нет, извините, есть различия в расах, включая физиологическое. В Америке сейчас выпускают лекарство от сердца только для черных людей. Написано, only for black, только для черных. То есть белый человек, имеющий сердечную проблему, возьмет это лекарство, но ему не поможет. Черный человек возьмет этого таблетка, но ему поможет. Физиология столь сильно отличает. Естественно, совершенно разные подходы, восприятие, развитие историческое совершенно разное. Но нельзя всех вот смешать и сделать одинаково. Не потому что одни хуже, другие лучше. Они разные, как апельсин и перец. Что лучше? Никто не другой, это разные. Так и здесь, разные расы, они совершенно различные. Нельзя смешивать. Так вот, смотрите, что получается. Вот вы, пожалуйста, уровень образования, который сделали. Снизили до того, что по самому плохому ориентируется. Это случайно? Не думаю. Теперь, насколько я знаю, пытаются тоже самым системы навязать в России. Тоже самым пытаются навязать в России систему образования по тестам. Типа, ребенок берет тест, вопросы, возможные варианты ответов. Он должен только правильно ответить. Какой ответ правильный? Вот то, что в Америке система. Вы знаете, там, к сожалению, людей умных очень много. Очень мало. Все открытия, которые происходят, в Америке не происходили. Все они умные забирают чужие открытия, но сами не делают. Прочиск нет. Понимаете? Но, тем не менее, пытаются, считая, что они очень развитые образования, навязать образование всем остальным. Интересно будет. Так вот, получается следующее, что навязывая такие методы, вот тот же самый тест, единый тест, когда все берут и так далее выполняют. Я, по-моему, помните, кто-то, может, слышал, читал, я запомнил кафедру теоретической радиофизики Харапельского университета. У нас на кафедре был один парень, не буду называть эту фамилию, который усидчиво, он зазубривал текст, как, ну, просто штаб они не было ставить. То есть, его задать вопрос по книжке, вот открыть книжку, вот она, трачка такая, он зачитает, повторит, просто изумительно. Он, естественно, получал отлично. Но и студенты, мы сами, ну, может, патрульник, преподаватель патрульник, потому что он не понимал совершенно то, что он зазубривал. То есть, преподаватель, мне приходилось с ним, потому что я был старастой группы, и, естественно, приходилось, никто не хотел с ним делать лаборатору работы, потому что больше работа шла на того, кто с ним был, и, значит, сдавать лаборатору работы. Преподаватель задает ему вопрос в лоб, он отвечает прекрасно. Задает тот же самый вопрос, перефразировав, другими словами, и он смотрит, лопает глазами, не понимает. Вот этот метод в Америке считается дельным. Во время нашего, когда я был студентом, это было, ну, недоразумение. Я думаю, все, кто был студентом, то же самое относились с такими ребятами. Да, они, да, тоже они усидчивы, да, такая усидчивость необходима для природного рода деятельность, но нет творческой вообще. Так вот сейчас превращение в то, что не нужно мыслить тебе, человеку. Тебе нужно только просто-напросто зазубрить и правильно повторить что-то, кто-то когда-то сказал. Без того, что кто-то сказал, это является достоверным, потому что, как, может, слышали, нет, то последнее открытие, чисто практические, не теоретические, полностью разбили все теоретические позиции существующей атомциональной науки. То есть факты показывают, что ни одно постоянное, которое считалось постоянным, не существует. Все они флуктуируют, то есть меняются. Поэтому все законы, которые жиждились на вселенских постоянных, которые явно существуют, они недействительны. Да, они дают возможность какое-то понимание дать, но это верхушка айсберга. А если не знать, что, если ориентируются, допустим, на верхушку айсберга, а, подумаешь, как кусочек льда плывет, да? Подумаешь, а у меня большой корабль. Титаник уже проверил себя, да? Так вот, то же самое, чтобы не получилось с развитием каждого человека. Возникнет такая ситуация. Понимаете, плюс еще, смотрите, есть определенные типы музыки. Вот молодежь сейчас с ума сходят по рэп-музыке. Слышите такое, да? И другие, тяжелый рок, металл и тому подобное. Просто они просто, ну, все просто, ну, как на наркотике сидят. Но это и есть просто образ наркотики. И что самое интересное, вот если понаблюдать развитие того же самого молодого человека, и посмотреть, что он с ума сходить о том же музыке, допустим, он растет, меняется, может двигаться в пилоте, все, он выбирается. Он потом эту музыку слушать не может. Он или она удивляется, как они могли такую гадость слушать. Но в тот момент, их никто ничего не докажет, что это плохо. Потому что, почему? А потому что в этот момент они проходят через опленные эволюционные стали. И вот эта музыка, качество резонирует с их качеством. И поэтому, когда есть такая музыка на них воздействует, они действительно плавают в радости, удовольствии, точнее. И ловят кайф от этого. Так вот, вы думаете, не знают, что такая музыка оказывает влияние на детей? Так, знают. Но, тем не менее, несмотря на то, что знают, что такая музыка влияет, эту музыку массово распространяют, раскручивают по всему миру. А почему? Потому что с помощью этой музыки позволяет развить, влиять на ребенка, и не допустить его движения вперед, чтобы он не прошел эту фазу разумного животного, чтобы он всегда остался в этой фазе. Потому что разумным животом управлять легко. У него инстинкты. Кинем кусочек косточки, и вот сейчас, потому что у него есть инстинкт подавить. Все. Понимаете? А вопрос, если мы говорим о правильном подходе или неправильном, давайте подумаем. Вот действительно, смотрите, уже не нужно говорить, что теоретически, практически Европа вымирает из-за того, что имело такого подхода. В Америке деградировало весьма основательно. Того же самого подхода. Стоит ли такой подход принимать? Значит, нужно подумать. Значит, эта философская социальная структура ущербна и убога, и вполне возможно, без всяких сомнений, она сама по себе преднаберенно сделала таковой. Понимаете? Поэтому мой вопрос такой. Действительно, если мы говорим, понимаете, мы привыкли, что вот мы, типа, мы сами, наша семья, типа, моя хата с края, ничего не знаю, меня не трогает, и слава богу. Мне кто-то по голове кирпичный упал, и слава богу, что не меняют соседа, и так далее. Но понимаете, такой подход неприемлем. По одной простой причине. Хотим или нет, как нам не навязывать такой индивидуализм подхода, хотим или нет, рано или поздно, извините, если даже кто-то сохранит свою семью изолированно, и будет сам здоровенький, и никого не вмешиваясь, ни во что не вмешиваясь, но один утром проснется, ау-у-у, никого нет. И что? Понимаете? В этом плане очень важно понимать, что социальная экология, как такое я называю, это термин такой не знаю, существует, я просто называю, так не знаю, понимает это кто-то, кто-то, кто-то или нет. Социальная экология, это не только дело государства, какие-то общественные организации, это дело каждого из живущих. И не потому, что это какая-то пропаганда, и не потому, что это какое-то желание навязать чего-то кому-то, Это действительно необходимость не завтрашнего дня, не после завтрашнего дня, а именно сегодняшнего дня, я бы сказал вчерашнего дня, понимаете? Потому что то, что происходит, уже зашло так глубоко, что, в принципе, если не принимать срочных мер, то потом уже бесполезно будет. И это касается всех живущих. Хотим мы-то и не хотим. Нравится нам не нравится. А принимаем мы не принимаем. Приятно нам, а вот и неприятно. Но нужно именно это понимать и именно на уровне социума не допускать таких проявлений, понимаете? Потому что, как я говорю, что когда приходилось объяснять даже такие варианты, как, допустим, объясняешь человеку, допустим, в чем реальный вред алкоголю, к примеру, или никотина. Понимаете? Казалось бы, все кричат, что это вредно, это здоровье, и так далее, и так далее. Ну, понимаете, одно не отвечает вредно, это здоровье, а другое дело, человеку объяснить, дать ему четкое и ясное понимание, что происходит. Опять-таки, ответственно за это просто. Объяснить. Вот, если ты делаешь так, вот это происходит вот это, вот это, вот это, вот это. Вот так-то, 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 все. Здесь происходит все очень просто и все ясно. Здесь, когда, и вы знаете, большинство людей, которым объяснял я это, прекращали алкоголь принимать, но наркотики уже не говорили, курить и так далее, и так далее. И как получается, что это навязано? Нет, просто, я считаю, человек должен иметь право на знание того, что и как влиять на него и делать выбор. Вот это его личное право. Если это действие не вредит другим, понимаете, вот я, мой подход такой. Если действие человека не вредит другим, то он может принимать любое решение касаемо самого себя. Но, опять-таки, для того, чтобы принять правильное решение, человек должен понимать, и не просто пропаганда, что вот алкоголь вреден, или, допустим, никотин вреден, наркотики вредны, и так далее, и тому подобное. Понимаете? Необходимо, чтобы каждый человек, и должно, по идее, быть, даже школа с детских лет, ребенку нужно это объяснять, объяснять, давать понимание, что такое это, что такое это, что такое это. Тогда, действительно, со временем, конечно, если даже начать сейчас, завтра-то не получится, к сожалению. Но, тем не менее, чем быстрее мы начнем это, тем лучше будет. Это касается экологии не только социума, потому что социума, как мы все сами, хотим это или нет. Понимаете, социум такой абстрактный, типа этого тоже, опять, на весы не положишь. Но люди забывают, что социум, это общество, это, скорее всего, чаще из людей, каждый человек является частичкой этого общества. И является, как говорится, не клеточкой примитивного смысла, а образующим элементом, правильно сказать, этого социума. И поэтому, если каждый образующий элемент будет действовать правильным, то и весь социум будет меняться и действовать правильным. А, извините, приказы с головы какие-то дать, вот кто-то дал, президент дал приказ, всех делаем хорошо. А что такое хорошо, что такое плохо. Помните старый вопрос? Есть, я просто приведу пример, что такое хорошо, что такое плохо. В дебрях Амазонки, тоже давно уже нашли 20 племен, которые, традицией были, то, что питание должно быть скрыто. То есть, никто не должен увидеть, как человек кушает. Но интимная близость, публично, это вполне нормальные времена. Вот у них, премия, такие традиции, тысячи лет они жили по этим традициям. Каждый шел кушать, чтобы никто другого не видел, а все остальное, пожалуйста, подружку встретите в личном месте, это за милую душу. Вот представьте, у них тысячи лет была такая традиция. В нашем обществе традиция несколько другая. В принципе, противоположная. Люди, наоборот, идут кушать в ресторанах, в публичные места, а нормальные люди, все-таки, предпочитая свои интимные дела, утонять от всех остальных. Я вот представлю себе, если кто-то из одной социальной группы придет в другую и начнет говорить, что вы делаете неправильно, а вы делаете так, они поймут это? Нет. И не потому, что они плохие, кто-то один плохой или другой, совершенно разный социум. Для того, чтобы понять, нужно объяснить, что, почему это плохо, почему это хорошо.